Инновационный проект за два дня. От эскиза до рабочей модели. Изобретения должны быть полезными в быту. Таковы условия соревнований в рамках научно-технического фестиваля Иншпромфест. Василий работает на заводе имени Дегтярева, программирует станки. Вместе с тем он аспирант Ковровской техакадемии. Его команда хочет сделать путешествие на поездах более комфортным. Наш проект это комплект вешалок для электропоездов. Он представляет из себя комплект вешалок в виде крючков для того, чтобы повесить полотенце. И комплект для того, чтобы повесить пиджак или что-то. Автор рассчитывает, что его идея заинтересует производителей. Он надеется на выпуск хотя бы 20 тысяч изделий в год. Ну а заработать в планах более 10 миллионов рублей. Всего же свои проекты на фестивале представляют 60 человек. Иншпромфест в Владимире впервые. До нас он уже побывал в четырех городах. Среди участников команда из Москвы, Твери, Белгорода и нашей области. Основная ставка на студентов. Ведь предприятиям требуются молодые инженеры, считают организаторы. Значит их нужно готовить уже сейчас. Мы определили такое направление деятельности, как аддитивные технологии. Лазерная сварка, лазерный раскрой, оснастка и так далее. Все, что связано с металлообработкой. Всего же фестиваль принимает 1200 человек. Для них подготовлены мастер-классы и семинары. Молодые инженеры знакомятся с самыми технологичными изобретениями. Например, 3D-принтером и роботом-автоматом. Робот М10 представлен с опцией технического зрения, способным определять трехмерное изображение и определять положение деталей в пространстве. Данный робот используется в производстве, где требуется высокая скорость перемещения или повышенная точность. Валерий инженером только собирается стать. Учится в авиамеханическом, изучает технологию машиностроения. Параллельно увлекается робототехникой. Через пару лет мечтает даже открыть свою школу. Считает, что технологии в нашей стране активно развиваются. Поэтому предприятиям грамотные инженеры нужны. Ну вот я знаю единственное, что есть завод «Гусар», который производит разные вентили для ракет. И даже сейчас очень востребованы технологии на это предприятие. Потому что не хватает вот таких технологов, которые работали бы на станках и занимались бы этим всем. Команда с лучшими проектами отправится в столицу на фестиваль «Всероссийский». И он пройдет в декабре. Предприятия партнера фестиваля обещают с победителями сотрудничать. Так что вполне возможно в наших автобусах и поездах в будущем появятся вот такие вешалки для одежды. Никита Королев, Александр Мажаров, 6 канал.